всем привет я чё хотел сказать на случай если меня кто-то потерял что видео не так часто выходят на канале я вот сегодня прилетел в нью-йорк и я решил что стартовые стартовые кадры запишу не как раньше там первый раз на тайм-сквер да или как ну все приезжают на манхэттене где-нибудь записали или в аэропорте я запишу в бруклине это вот улица жилой массив тут мусорные пакеты от которых многие в нью-йорке шугаются лежат все как бы вот абсолютно обычная обстановка естественная в которой мне очень комфортно в которой мне очень нравится тем более когда свои люди встречают рома куда ты я не могу тебя быстро догнать я целый день в самолете сидел рома здесь мы сейчас на самом деле проходим мимо парковки где за сколько ты покупаешь парковочное место 300 долларов в месяц стоит только парковочное место вот пока пока мы здесь вот в неприглядной части типа нью-йорка находимся как вообще сейчас себя город чувствует после всех этих ковидных моментов нормально все 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 отошли в принципе только сейчас вели буквально сегодняшнего дня 13 числа что ты должен приливать вакцину при том как ты заходишь куда-то вовнутрь зал или куда-то но я думаю что это не будет долго идем от бастовать это ты а буквально едешь отсюда нью-джерси это да чуть-чуть там 40 минут у тебя нет таких правил из москвы прилетел но в москве то не особо холодно было как бы еще нормально да там плюс 20 а сюда прилетел плюс 30 в нью-йорке в сентябре но это прям тепло да да потому что здесь считается что это лето гроза началась да не я не думаю что будет целую неделю тебе очень повезло с погоды перед отъездом конечно москве все было плотно ролики не выходили но они активно снимались то есть с димой королёвым отсняли новый материал для вас но вы помните специалист мануальной терапии спортивный врач про перетренированность и про фарму много поговорили это будет мне кажется интересно и полезно я такой важный я хочу и mix fight я хочу и железо я хочу и бегать и ты такой слушаешь его и слушаешь а составление тренировочного цикла так сказать программы это не просто так придумано в принципе когда ты разные виды спорта мешаешь это ни к чему хорошему не приводит тот же самый crossfit допустим там огромнейшее количество различных элементов тяжелой атлетики ты слова вынослив по большому счету и когда человек начинает делать элементы из тяжелой атлетики понимает что у него потом отваливаются плечи потому что он не готов к этому это основной вид так сказать травматизации перетренированность то есть нельзя совмещать разные виды спорта то есть допустим мощностные силовая выносливость это плохая идея есть еще по фарме по фарме по фарме суздекометанда сейчас мы про тестостерон несколько слов я тоже скажу и пока ваша цена из него становится цена из тоже может долго восстанавливаться от полугода от 4 месяцев до полугода вы не будете прогрессировать многие что делают даже знаешь они давай мы увеличим дозировку окей увеличили что дальше но у вас еще больше эстрогенов у вас еще больше дгт организм не понимая что делать с этим уровнем гормонов как бы миндали на это разрастается когнитивные функции нарушаются дальше что нет как бы есть такие личности знаменитые ты их видел которые потом очень сложно дает интервью на фоне приема очень длительных очень длительного приема фарм препаратов вот и естественно пока ваш организм не отдохнет плюс естественно вы должны понимать что увеличенное количество тестостерона это увеличение температуры и увеличение под отделение и увеличенное количество количество потери электролита сгущение крови и лечение гематокрита то есть вы либо это все контролируете либо вы не лезете туда и основной момент вы должны понимать что препараты фармподдержки это препараты которые помогают вам больше восстанавливаться но они работают только в том случае если вы даете возможность восстанавливаться то есть если вы все в колите там 5 кубов того же там тестостерона и нантата и просто не будете там давать все нужное количество белка макро микроэлементов электролитов не будете спать какой не будете оберегать свою центральную нервную систему вы кроме побочек ничего не получите когда у вас сильный перетрен люди подтупливают да вот и остальное запишу позже и плюс очень многие просили сделать материал с владимиром яковлевым потому что ну все-таки атлет едет на олимпию в категории до 212 фунтов или до 96 килограммов это все-таки ну явление да они так часто это случается плюс он классную форму показывает он победил на европа про у него его консультирует крис ацета то есть это человек который в том числе консультировал если что шо народа на когда тут олимпию взял получился здравый материал вот тоже несколько фрагментов у нас три недели до турнира мистер олимпия где я буду выступать а еще сегодня у нас тренировка но поэтому немного больше риса все вообще то что ты видимая часть айсбога да вот и сейчас прям все я могу себе не купить кроссовки я не делаю лишних трат вообще каких-то там тусовки еще вот ну из такого вот разряда но на идея одни экономы у нас кстати до уговор такой еще все призовые жене сразу поняла что мой муж лучший а вот это интересная деталь все призовые жене ну что я зря стараюсь что вы думали это просто так вот часть прям хочется уже взять штангу и приседать но надо чуть-чуть сердце притормозить чтобы это не помешало фронталка да такие дела но естественно эти выпуски я совсем скоро соберу это же опубликую это я все к тому что работа велась она не всегда такая очевидная но тем не менее работа ведется для того чтобы контент был разнообразным качественным полезным все сводилось ну не только каким-то ну то есть ожидаемым материалом но и к чему-то новым что касается штатов то есть определенный план есть конечно не ограничивается он только нью-йорком если другие штаты города определенные герои с которыми я планирую пообщаться но и жду предложение от вас с кем бы вы хотели материал отсюда может быть это русскоязычные герои может быть это какие-то местные герои которые бы вы хотели увидеть мне хотелось бы что все таки это были не не самые очевидные атлеты да то есть там джей катлер или еще кто-нибудь то что вот на поверхности да и без того известные которых вы прекрасно знаете которые может быть одновременно и труднодоступные то есть ну все как-то усложняется да хочется что-то кто-то аутентичные то есть необычные какие-то новые истории новые места не совсем очевидные да ну то есть все равно это приевшаяся такая история нью-йорк элей там вегас что-нибудь еще и там тоже наверное будем но хочется немного в сторону да немного отойти и посмотреть на другую америку на другие герои мне кажется что это будет интересно сейчас вы видите совершенно другая обстановка совершенно другим настроение приехал приехал не не отдыхать не где-нибудь бродить а именно целенаправленно работать делать для вас контент и все делать максимально просто как-то по-своему по-дружески китить тут гроза а без всякого пафоса эти вот такие вот влоговые моменты тоже будут бывать все какие-то прямые включения просто вот с улиц дождь накрапывает гроза гремит и мы с вами на связи почему бы и нет хотя в принципе кого я обманываю дальше по делам ехали по новым локациям смотреть по возможным местам для съемок и собственно ну вот на тайм-сквер опять залетели все-таки эти огни вокруг нас появились выбрались ненадолго из бруклина для того чтобы пусть и случайным образом но красок добавить на спорте да арнольд курил внешне нельзя не на это аргумент работаем дальше мы не только в украине в россии но и в штатах тоже сейчас быстро подстроить под часовой пояс и построить все красиво делать спасибо что смотрите скоро увидимся а